Миллионные махинации во Львовском горсовете. Прокуроры подозревают подчиненных Андрея Садового в незаконной передаче земли. Как работала эта схема, выясняла Галина Якушко. 14 миллионов гривен потерял городской бюджет Львова из-за действий чиновников горсовета. Такое заявление сделали сегодня в местной прокуратуре. Подчиненные Андрея Садового якобы передали земельный участок площадью 60 соток на улице Антоновича. Сначала одному из подконтрольных коммунальных предприятий, а потом и вовсе в частные руки. И при этом абсолютно бесплатные и без аукциона. КПЛВ «Автодор» был такой промежной фирмой. Для того, чтобы обойти земельные торги, Львовская міськая рада надала земельную отделку коммунальному предприятию, которому может быть надано без торгов. И, соответственно, того же дня коммунальное предприятие передало эту земельную отделку фактически приватной фирме. Сейчас на этом участке рынок. Здесь около 100 мафов. Сюда их переместили с бывшего рынка Санта-Барбара около года назад. Поскольку на том месте Марлевова решил построить новую трамвайную развязку. Но работникам рынка такое решение не понравилось. Мирская влада, мирские чиновники нам наполягали на этой отделке. Хотя мы не очень хотели. Мы хотели там, только там, бля поликлиники. В городском совете никаких нарушений в бесплатной передаче городской земли не увидели. По их мнению, участок якобы остался в имуществе города. Тем временем в прокуратуре уже начали досудебное расследование по факту злоупотребления власти и служебным положением. Виновным грозит до шести лет тюрьмы. Галина Икошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.